Солнце встает из-за гор, я варю овсянку, ученик идет в зал, мастер готовит труну. Приветствую вас, лепестки кактуса! С вами Федорович, а значит настало время одевать шапочку из фольги, чтобы принимать лучшую технику лучших мастеров, которые поглощают вселенскую силу Чи и делятся ею с нами. А чтобы вы сразу поняли, что это все не шутки, и я хочу вам показать то, к чему вам стоит стремиться. Это высочайшее искусство называется массаж Чи. Только лучшие и величайшие мастера могут переходить к этой технике, дающей им бесконечный поток одиноких дам, которые жаждут испытать, как входит и выходит вселенская сила Чи. Ладно, расслабьтесь, вам еще рано переходить к этой технике. Это то же самое, что писать цифры по бегущей воде. Для начала нужно освоить базу, ну то есть научиться защищаться от восьми противников, которые приставили к тебе нож. Конечно, это стандартная ситуация на улице, ведь в любой чебуречной действует организованная банда вооруженных ножами головорезов, которые сразу и, главное, одновременно подходят в упор. Но техника мастера безупречна. Подождите, подождите, не бежите сразу в ближайший кабак испытывать эту технику. Лучше сначала изучите африканское каратэ. Субтитры сделал DimaTorzok Этому древнему искусству пацанов научил сам Майкл Джексон, поэтому они все такие пластичные, грациозные и смертельные. Кстати, вы сразу можете узнать мастера, ведь он один смог ухайдохать приезжего чемпиона по карате и отжать у него кимоно. Остальные пока что занимаются в джинсах и ждут, когда приедут новые чемпы для спаррингов. Многие говорят, что Винчун бесполезен, как фонарик днем. А зря. Ведь этот мастер с его феноменальной техникой защиты от прохода в ноги наверняка станет чемпионом UFC. Я думаю, он бы смог даже защититься от Хабиба. Субтитры подогнал «Симон» Иногда блеск золота ярче сияния буты, а иногда запах пива так манит в пельменную, что даже превышает страх получить сковородкой от сварливой жены. Если вы на светлой стороне, тогда этот прием точно вам пригодится. Думаю, я не один такой, кому приходилось демонстрировать технику дикой лани, убегая от жирного борова из пельменной. Ведь одной порции пельмешек всегда мало, а на вторую денег всегда не хватает. Поэтому позычить пару пельмех у жердяя не стыдно. Хотя им бывает обидно. В общем, в этом случае вам наверняка поможет техника сцикливой черепахи. Когда вы видите, что ненасытный кабан вас настигает, просто падайте на колени, и он как колобок покотится дальше. А вы вернетесь обратно и все съедите. А сейчас я вам покажу реальное выступление реального спецназа. Но вся беда пацанов была в том, что они слишком самоуверенны. Поэтому они заказали вазы ручной работы у самого Чака Норриса, так и не узнав, что именно он убил Мертвое море и ухайдохал последнего циклопа на земле ударом между глаз. Игорь Мировая printer Если сложить темное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее. А если великий мастер найдет хороших учеников, получится секретная школа кунг-фу. Вроде бы и нормальные пацаны, сухие, спортивные, но все равно они бессильны против силы Чи, которую мастер пропускает свой свое тело, при этом делает это все так легко, что никогда не снимает костюм. А зря. Вот наши старорусские мастера не стесняются показывать свое пузо Чи. Но китайцев хрен поймешь. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, делитесь видео в соцсетях и пишите в комменты, сколько раз вам приходилось убегать с пельменных и какую технику вы использовали. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Защита. Нога же держит. Раз, два. Переваривайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять вот так вот и ребро вот достать у человека. Этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы ни отходим из этого образа, представляем, что мы медведи. Как бы ни отходим из этого образа, представляем, что мы медведи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok